В каждом веке свои понятия красоте. То, что еще вчера казалось привлекательным, сегодня уже не модно. Блондинки сменяют брюнеток, толстушки, худышек, смуглянки, белокожих. Неизменным остается одно, призрачный идеал красоты, к которому наши дамы мечтают приблизиться. В преддверии 8 марта давайте спросим у современных мужчин, каков он сегодняшний эталон женской красоты. Это моя жена. Я так еще не женат. Я рисую картинку себя в голове. Ну, высокая, метр там 75. Вот. Ну, хорошая фигура, талия. Но на самом деле самое главное, чтобы человек был хороший. В моем случае, как бы, чем больше ты человеком живешь, тем больше ты начинаешь его любить. Поэтому, мне кажется, что красота, она в узле. Она не снаружи, она в узле. А кем бы ни был человек красивым, он был снаружи. Как часто признаетесь жене в любви? Постоянно. Я так думаю, что доброта, наверное. Я так думаю. Хотя они не считают, что там какой-то современный, как говорится, мужчина и того. Поэтому, наверное, скорее всего. То есть, если добрая, значит красивая? Скорее всего, да. А играет ли значение внешность? Ну, наверное, тоже играет. Ну, хотя, если, как говорится, если любишь, то я думаю, мне кажется, внешность тут. Потому что у нас же не все красивые, правильно? То есть, поэтому, как бы, и влюбляются, как говорится, не очень красивых. Поэтому, ну... В общем, не хотите? Вы мне своих секретов рассказываете. Нет, ну, я думаю, что все-таки красота, она как бы не... Я так думаю, что для меня не на первом месте. Вторично. Ну, в общем, да. Чтобы женщина была человеком. Не только женщиной, но и другом. Вот и все. То есть, главное – душа. А? Да. Сложно это все. У каждого он свой, да, тут точно. Не могу сказать. Ну, хотя бы какие-то намеки давайте. Не знаю, в какие-то... Блондинки или брюнетки? Без разницы. Главный общий интерес. А какой интерес должен быть у девушки, женщины? Схожий с моими. Сноуборд? Как вариант. Сноуборд, лыжи, какой-нибудь активный вид спорта или ничего-нибудь типа такого. Женщин люблю. Женщин любите? Люблю. Прекрасно. Эталон женской красоты для вас. Блондинки, брюнетки. Все красивые, все добрые, умные. Так что у меня только положительные эмоции. Не можем пропустить мужчину, тем более в такой весенней маске. Скажите, пожалуйста, каков у вас эталон женской красоты? Вот красивая женщина для вас это какая? Любая, наверное. Какая? Любая, я думаю. Любая? Ну, а какая разница? А если честно? Так честно. У меня раньше были другие периоды, пока не вырос. Подрос, с ума понабрался. Ну, мне кажется, каждая женщина хороша по-своему. Поэтому тут, знаете, вкусы. Поэтому не могу сказать конкретно, какая. Я думаю, все. А вот эти самые приоритеты, которые менялись с возрастом, они менялись глобально? Больше к семейному, естественно. Там готовка, значит, это стандарты вот такие вот. Только к этому и все. То есть красота и красотой, главное, чтобы готовить хорошо. Ну, мне нравится, я сам умею готовить, но мне нравится, конечно, когда у меня девушка дома готовит. Это плюс. Все девушки прекрасны по-своему. То есть, мне кажется, главное, чтобы, ну... Ну, красота такая вещь, как бы, она у всех своя. Мне всегда бланники нравились, а жена брюнетка. Как у жены? Ну, опишите тогда свою жену, чтобы мы все понимали, это как. Ну, поменьше вас, нормально, красиво. То есть, небольшого роста? Да. Цвет волос имеет значение? Ну, как у вас? Глаза. Глаза? Как у меня? Ну, серые. Серые, вспомнили. Так, у жены серые глаза. Как зовут жену? Вера. Давайте вот туда посмотрим и поздравим вас с наступающим 8 марта. Вера, с наступающим 8 марта. Какие женщины вам нравятся? Какие женщины? Красивые. Нравятся. А поподробнее? Ну, как говорится, и молодые, и среднего возраста, и пожилые все. Женщины хорошие. Давайте нашим красавицам что-нибудь пожелаем в преддверии 8 марта. Ну, пожелаем, как говорится, здоровья, успехов, любви. А больше всего здоровья, здоровья, еще раз здоровья. На руках носить обещаете? Обещаем.